Ветеран труда особая льготная категория граждан, которая может рассчитывать на ежемесячные денежные выплаты и ряд других социальных льгот. Кто относится к этой категории? Как ее можно получить? Какие льготы полагаются таким гражданам? Все это мы узнаем в нашей программе. Это Актуальное интервью. С вами Роман Выстароп. Здравствуйте. Сегодня поговорим о соцподдержке ветеранов труда. И разобраться в этой теме нам поможет заместитель начальника отдела социально-правовых гарантий Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края Светлана Редькина. Светлана Алексеевна, здравствуйте. Как всегда, тема щепетильная и очень много нюансов. Начнем поэтапно. Кто относится к категории граждан-ветераны труда? Правовые основы социальной защиты ветеранов в Российской Федерации установлены федеральным законом о ветеранах. Категория ветеранов устанавливается с учетом их определенных заслуг. Вот для ветеранов труда это заслуги в труде, добросовестный продолжительный труд и подтверждается это соответствующими наградами. В соответствии с законом о ветеранах к ветеранам труда относятся граждане, награжденные орденами и медалями СССР или Российской Федерации, достойные почетные звания СССР или Российской Федерации, награжденные почетными грамотами президента, также удостойно благодарности президента. Кроме того, есть у нас ведомственные награды, которые тоже дают право на присвоение звания ветеран труда. Ведомственными знаками отличия в труде награждаются За продолжительную службу, это не менее 15 лет, нужно отработать, чтобы получить ведомственный знак. Следующие условия, необходимые для отнесения к категории ветеранов труда, это стаж определенный, каждому человеку отработать нужно. Трудовой стаж необходимый, это 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Или лет необходимое для назначения пенсии за выслугу лет. Кроме того, в соответствии с законом о ветеранах, к ветеранам труда относятся граждане, которые начали свою трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте, в период Великой Отечественной войны. То есть им нужно просто стаж большой отработать. Если у них есть не менее 40 лет стажа для мужчин, 35 лет для женщин, то они тоже приобретают звание ветерана. В крае также установлена такая категория, как ветеран труда Ставропольского края. Это звание является формой поощрения граждан за многолетний добросовестный труд, ну и как бы за внесение вклада в развитие Ставропольского края. Если там это Российская Федерация, то это вклад в развитие Ставропольского края. То есть это получается другое? То есть есть сначала категория ветеран труда на федеральном уровне и есть отдельная категория ветеран труда Ставропольского края? На федеральном уровне это закреплены основы, как бы понятия, что это и кто туда относится. Ставропольский край, это каждый регион уже принимает какой-то свой нормативный акт. Вот у нас есть такой нормативный акт, который закрепил понятие ветеран труда Ставропольского края. Численность состоящих на учете в крае ветеранов труда Ставропольского края составляет в настоящее время 100 тысяч 54 человека. Но они у нас как уменьшаются, потому что люди пожилого возраста на 1 января 2022 года было 102 тысячи 976. Ветераны труда Ставропольского края, их меньше немного, их сейчас 90 тысяч 518. На 1 января 2022 года это было 92 тысячи. Ну это достаточно большая цифра, да, скажем. Отработать нужно и получить стаж, работая в одном месте, там 25 лет, да, как сказать. Это на одном рабочем месте или в общий рабочий стаж? Ну это общий стаж имеется в виду, не обязательно. То есть человек в принципе может там за свою трудовую деятельность поменял несколько. Но если, например, ведомственная награда, то человек не менее 15 лет должен именно в какой-то сфере деятельности отслужить. Мы с вами, вот, точнее вы коснулись сначала про медали. Насколько известно, есть две медали. За заслуги перед Ставропольским краем и за доблестный труд. Который вот при наличии определенного стажа, вот, как раз таки дают право на звание ветеран труда Ставропольского края. Правильно, да? Все, я не ошибаюсь. А если гражданин награжден медалью Герой труда Ставрополя, это дает ему право на присвоение звания ветеран труда Ставропольского края? Если гражданин награжден медалью Герой труда Ставрополя, и он имеет трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, достиг возраста женщины 55 лет, мужчины 60 лет, то законом им предоставлено право на получение таких же льгот, как у ветеранов по закону предусмотрено. То есть им устанавливать звание не нужно, им сразу даются льготы. Куда и с какими документами обращаться? Человек сейчас посмотрел, он понимает, что я вот проработал, нужно ведь, это же обратиться куда-то нужно, это же не автоматически дается человеку звание. Ну, чтобы получить звание, человек должен обратиться в орган соцзащиты по месту жительства, либо в МФЦ, он должен подать заявление о присвоении звания, соответствующее на имя губернатора, заявление в произвольной форме пишется. Если обращается не сам гражданин, а его представитель, то должен быть документ, подтверждающий полномочия представителя, паспорт этого человека и его полномочия. Представить нужно, вот как для одной, так и для другой категории, это общие документы, вот паспорт, вот документ, который полномочия представителя подтверждает, документы, подтверждающие награждение, потому что это и для той, и для другой награды нужно, документы, подтверждающие трудовой стаж, ну, как правило, это трудовая книжка, но в последнее время внесены изменения в трудовое законодательство, Поэтому может быть не трудовая книжка, а сведения о работе, которые оформляет работодатель для пенсионного фонда. И если это нужно, могут распечатать и дать эти сведения. Это мог быть трудовой договор? Может быть трудовой договор, может быть справки какие-то. Но и вместо трудовой книжки может быть вот это сведение, которое представляется в пенсионный фонд. Условия те же самые. То есть получает человек звание ветеран труда и отдельные документы на ветеран труда Ставропольского края. Ну, там несколько есть отличия, сейчас я об этом скажу. Значит, для того, чтобы обратиться с записыванием звания ветеран труда, это должны быть документы, подтверждающие награждение орденами и медалями СССР Российской Федерации. Ну, вот как мы сказали уже выше. Либо получение почетных званий СССР Российской Федерации, либо почетная грамота президента Российской Федерации. Значит, документами, подтверждающими награждение той или иной награды, являются соответствующие удостоверения к орденам или медалям, почетные грамоты, ну, такие вот документы, все, которые подтвердить могут. Вот если граждане, есть еще, как я сказала, ведомственные награды. И вот если гражданин награжден ведомственными наградами до 30 июня 2016 года, то ему представлять надо документы, подтверждающие указанными знаками отличия в труде, учрежденные до указанной даты, именно до 16. Потому что после этой даты поменялось законодательство, и уже лица, которые награждены ведомственными знаками отличия в труде после 30 июня 2016 года, они представляют документы, которые учреждаются на уровне Российской Федерации. Каждое ведомство, каждое министерство, они как учредили свою награду, которая дает право на присвоение звания ветерана. То есть уже не те, которые были общие. Вот есть у нас определенный перечень, которые, как те, которые даже были до 16-го, но они не могут быть учтены для присвоения звания ветерана труда. Здесь вот часто возникали у нас вопросы, потому что представлялись награды ВССПС, КПСС, профсоюзные, пенсионный фонд, то есть различные корпорации, которые негосударственные. Вот эти награды, ну как, их нельзя отнести к ведомственным наградам, и они не дают право. То есть нужно понимать, что получить звание ветеран труда, ветеран труда Ставропольского края, помимо того, что ты отработал определенный срок, еще нужно получить награды определенные за заслугу перед краем, опять же, либо перед страной. Если подтверждается право на пенсию за выслугу лет, то это соответствующая справка должна быть, ведомство, по линии которого граждане обеспечиваются пенсии, силовые ведомства, так сказать. Ну, поэтому вот такие документы. Если лица начали деятельность несовершеннолетним возрасте, то им нужно тоже вот трудовую книжку или какие-то архивные справки, все вот это. Для присвоения звания ветеран труда Ставропольского края, кроме общих документов, которые были вначале сказаны, нужна справка о наличии отсутствия судимости. То есть, если вот у гражданина какие-нибудь есть, ну, там, скажем, неприятности были, нарушения, то это уже ему не даст права. Так, и удостоение к медали за заслуги перед Ставропольским краем или за доблестный труд. Угу. Понятно. Всем обратившимся, точнее, вот для начала, давайте так, в любом случае, это мы сейчас подытожим вышесказанное, чтобы получить звание, нужно обратиться. Автоматически никто тебе не присвоит, просто нужно понимать, что спустя, если все то, что мы обговорили, присутствует у человека, нужно обращаться, чтобы получить. А то, может, кто-то сидит, а на самом деле уже он может спокойно получить, а он об этом не знает. Вот. Всем ли обратившимся присваивается звание ветеран труда? Или есть какие-то ограничения, или есть какие-то меры рассмотрения? И, возможно, даже могут отказать. Вот как мы с вами, я понимаю, одно, это если есть судимость. Еще какие-то варианты? Ну, есть, конечно, случаи, когда гражданину отказывается присвоение звания. Это вот представление документов, не подтверждающих право на присвоение. То есть гражданин считает, что он имеет право, он представил награду. Почетная грамота губернатора, например, он хочет получить звание, но эта награда, к сожалению, ему не дает права. Потом, если у него стажа недостаточно, ну, как ему, ну, вот для ветерана труда Ставропольского края нужно, чтобы общий стаж был у женщины 35 лет, у мужчины 40 лет. Из них 20 лет в Ставропольском крае отработать. Ну, вот у кого-то не хватает до 20 лет в Ставропольском крае, у кого-то не хватает, там, ну, какие-то периоды не включены. Ну, поэтому вот стажа недостаточно, это тоже одна из причин, чтобы не получить это. Потом выявление в представленных документах недостоверных сведений каких-то, ну, там, трудовая книжка у него утеряна или что-то, он нам несет справку. А он утверждает, что он проработал нужное количество. Потом выясняется все-таки, что у него были, ну, там, виновные действия какие-то, что-то, записи какие-то, ну, то есть вот такие случаи, когда гражданину может быть отказано. Ну, то есть имеет значение, если был, например, уволен, там, по какой-то либо статье, либо, опять же, там, с какими-нибудь нареканиями, да? Ну, записи об увольнении, конечно, это, если уже записи за его виновные действия, то право на ветеран труда уже отсутствует. Сколько бы ни отработал, сколько бы наград ни имел. То есть, да, интересный момент. Вот если возникли спорные вопросы, человек утверждает, бывает, там, за долгое время, там, работают потерянные документы какие-то, человек, если переезжал с места на место, опять же, там, компания закрылась и прочее, ну, всякое может быть. Утеря документов возникает спорный вопрос. Вот что делать и как рассматриваются вот эти все спорные моменты? Ну, если возникают спорные моменты, гражданин праве обратиться в комиссию, которая образуется в министерстве по спорным именно вопросам по присвоению звания ветеран труда, ветеран труда Ставропольского края. Но эта комиссия, ее основной задачей является обеспечение объективного, единообразного подхода к рассмотрению спорных вопросов по присвоению звания вот этих. Комиссия вправе рассматривать, ну, определенные какие-то вопросы, то есть, вот, как вы сказали, он утратил там что-то, но у него наличие каких-то орфографических ошибок или описок, например, в документах о награждении. То ли в трудовой книжке у него есть записи награждения, но не сохранился документ, то ли представленные справки не являются архивными, ну, вот, как бы он справку о работе представил, но это выдала организация, которая не является архивной организацией, которая не имеет права выдать справку эту. Вот эти все вопросы комиссия вправе рассмотреть. В случае же, если у человека, опять же, нет права на присвоение звания, нет стажа, нет награды или не та награда, то комиссия, ну, как, не может помочь им и ничем в этом случае. Многие граждане в суд обращаются, конечно, но суд тоже в соответствии с законодательством рассматривает все эти вопросы. То есть, если награда не соответствует, то ни комиссия, ни суд, никто не может в этом случае решить этот вопрос. То есть, еще важно, какая награда была у человека, какие награды были, то есть, это имеет значение. Вот вы сказали орфографически, то есть, могут быть и вот из-за орфографической какой-то ошибки, могут отказать, да? Ну, если у него в отчестве, например, в документе о награждении отчество неправильно написано, то, конечно же, мы должны это уточнить, ну, то ли запросить архив, там, соответствующий, что он действительно награжден, что это не однофамилец, всего какой-то или еще что-то, то есть, все, вот это нужно. Ну, комиссия, конечно, рассматривает и, как правило, решает положительно, ну, такие, если не значительные ошибки. Ну, вот, за время, там, вашей работы, вот, какие встречались наиболее распространенные или частые, возможно, вот, ошибки, какие-то вот спорные вопросы, с которыми люди сталкиваются? Ну, люди сталкиваются, как правило, размытые печати в документах, там, не прочитывается, какая организация, ой, книжки, ну, там, и штампы, печати вот эти. Потом, если увольнение за прогулы, вот, человек с этим не согласен, поэтому он обращается в комиссию, просит это решить положительно, ну, никак, мы это не можем решить. Ну, опять же, документы вот эти со стажем, все, что там недостаточно, вот такие все моменты. Вот сейчас наши телезрители смотрят и думают, нужно собрать, на что нужно обратить внимание сейчас, либо человеку подходит, например, срок к тому, что он уже отрабатывает определенное время, необходимое для получения, там, ветерана труда, ветерана труда Ставропольского края. На что стоит обращать внимание, вот, чтобы не получилось вот таких спорных моментов, чтобы не получилось того, что тебе могут отказать? Ну, наверное, в наше время внимание надо обращать на то, чтобы официальный стаж, чтобы взносы были в пенсионный фонд, потому что, если гражданин работает в какой-то частной фирме или еще что-то, сегодня есть эта фирма, а завтра нет, и он потом не сможет. Но опять, если это не государственная, не официальная работа, не возьмем этот стаж, он не подтвержден, потому что, ну как, вот после того, как уже есть персоучет в пенсионном фонде, то берутся документы о его стаже, за которые производились отчисления в пенсионный фонд, если за него никуда отчисления не производились, и он работает, как бы, на честном слове, скажем так, Вроде отработал, вроде награды есть, да, но есть вот такой нюанс. Этот стаж ему не даст права потом, поэтому вот на это, ну и записи в трудовых книжках, потому что раньше на это внимание не обращалось, может быть, запись там какая-то, печать унизаверена, там подписи, что-то там, ссылка отсутствует на приказ, может быть, нужно запросить уже что-то, уточнить, пока время еще не подошло, но моменты вот. О награждении тоже, если утрачен документ, ну, может быть, архив запросить, чтобы... Ну, начать задумываться о том, что нужно найти, если что-то утеряно, начинать уже искать, опять же, обратить внимание, чтобы сохранять все грамоты, почетные письма и так далее, чтобы были обязательно и следить за тем, что... Чтобы было все официально, и какие-то были документы, подтверждающие стаж рабочего человека в данной организации, да? И вот мы сейчас плавно переходим, как раз человек получил, для тех, кто уже имеет статус ветеран труда, ветеран труда Ставропольского, какими мерами социальной поддержки могут пользоваться, может пользоваться такая категория граждан? Ветераны труда и ветераны Ставропольского края пользуются у нас мерами социальной поддержки на внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях, ну и ежемесячная денежная выплата за счет средств краевого бюджета. Значит, размер ежемесячной денежной выплаты ежегодно индексируется. На сегодняшний день он с учетом индексации 1789 рублей 28 копеек. Из бюджета Ставропольского края выделяются значительные суммы на эти выплаты. Вот на этот год в бюджете заложено более 4 миллиардов рублей. По состоянию на 1 августа, вот на сегодняшний день уже на выплату направлено 2 миллиарда 470 миллионов рублей. И в прошлом году тоже выплаты осуществлены на сумму более 4 миллиардов рублей. То есть это вот значительные выплаты. Ну, меры социальной поддержки, они выплачиваются ежемесячно и подтверждать нужно ежемесячно. Или это раз уже подали документы и, соответственно, там... Присвоилось звание, человек один раз обратился за этой выплатой и ему ежемесячно предоставляется эта выплата. Это уже никуда не нужно обращаться. Только если у меня это адрес он там или паспортные данные там, ну, что-то там. Счет лицевой, на который ему перечисляется эта выплата, только в этом случае нужно обращаться. А так он будет это регулярно получать, выплату. Все, получается, с момента, как ветеран труда обратился, получил звание, все. И с этого момента у него автоматически уже идут все эти меры социальной поддержки. Ну, единственное, что если он получает ветеран труда, ну и вдруг получил какой-то другой статус, например, инвалидом стал, то ему прекратится одна выплата и он будет другую получать. Ну как, если он выпрал ту выплату, то это ему прекратится. Вот по этому поводу много обращений как раз у нас, что выбор нужен. Ну вот, кстати, да, интересный вопрос. Имеет ли право ветеран, вот мы сейчас с вами попробуем раскрыть этот момент, одновременно относящийся к другим льготным категориям, получать меры и социальной поддержки по нескольким основаниям? Я так понимаю, нет, да? То есть здесь уже одна доза. Ну, есть тут исключения, конечно, сейчас я вам расскажу о них. Значит, ветеран труда у нас, как правило, это люди в возрасте уже, поэтому они могут быть одновременно и малоимущими, инвалидами, и тружениками тыла, и к иным категориям относиться. Поэтому, ну как, они могут иметь право на получение нескольких льгот, но, к сожалению, в законодательстве определено, что, ну, по ветеранам труда и по иным выплатам, что гражданин может одну только выплату получать, которую по выбору его. Поэтому, как правило, гражданин выбирает наиболее высокую по размеру выплату. Однако в Ставропольском крае есть меры соцподдержки, которые можно получить ветеранам труда, независимо от того, что они получают уже. К таким мерам социальной поддержки относятся компенсация расходов на оплату взноса на капремонт и субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг. Компенсация взноса на капремонт предоставляется неработающим гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, являющимся собственниками квартир в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, проживающим одиноко, либо в семье, состоящей из неработающих граждан, или относящихся к инвалидам первой, второй групп. То есть указанные граждане изначально осуществляют выплату, которую нужно выплатить, и потом они получают компенсацию. Им возмещаются расходы, которые они понесли за уплату эту. И для граждан в возрасте от 70 до 79 лет включительно сумма компенсации составляет 50% от того, что они уплатили. А для граждан, достигшим 80 лет и старше, это 100%. То есть они уплатили, и им возмещается все 100% их проплаченных сумм. Ветеран труда, имеющий небольшой доход, могут еще субсидии получить. Субсидии предоставляются гражданам для того, чтобы они воспользовались указанными денежными средствами и оплатили все-таки жилищно-коммунальные услуги, если у них нет возможности. Субсидии могут быть предоставлены в случае, если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе. В Ставропольском крае эта величина составляет 22%. Размер предоставляемой субсидии для каждого гражданина определяется индивидуально и зависит как от расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, так и от собственного дохода, доходов семьи, в которой он проживает, то есть все факторы в совокупности. Если нужна более подробная консультация по этим вопросам, то все это в органах соцзащиты, в МФЦ по месту жительства может быть просчитано, и все это гражданам может быть конкретно, кто имеет право рассказано и кто нет. Еще одним из таких исключений является выплата детям войны. Это у нас категория, которая Ставропольский края один из немногих, принявший закон по детям войны. Вот у нас люди получают выплату сейчас 7 тысяч рублей, она была 5 тысяч. То есть это дополнительно к ветерану труда? Ну она как не дополнительная, это дополнительный статус. У них есть звание, но относятся они к категории дети войны, у них есть свое удостоверение. Это выплата один раз в год, к сожалению, платится. Ну то есть если они получают ветеран труда, то это им не мешает еще и ежегодную выплату как дети войны получить. Таким вот образом. Разница ветеран труда и ветеран труда Ставропольского края есть по выплатам какие-то подразделения? То есть это все относится к одной категории? По выплатам нет, разницы нет, они получают ежемесячную выплату и все. Единственная в чем разница, что если ветеран труда, то оно действует на всей территории России. Если он выезжает за пределы России, Ставропольского края, в Ростовскую область, в Москву, куда угодно, он будет продолжать получать выплаты как ветеран труда. Но единственное, что в каждом регионе свои меры соцподдержки, федеральным законом, ну как указано, что каждый регион сам принимает. Вот у нас есть закон о мерах социальной поддержки ветеранов, по которым мы платим эту выплату. В Ростовской области у них, например, они там платят льготы какие-то, проезд там, ЖКУ, там что-то. В Московской области там еще что-то. Вот у нас бывают такие случаи, что если гражданин у нас получал звание, получал выплату, потом он переезжает в Ростовскую область и к нам претензии предъявляет, что вы мне обязаны продолжать платить. Вот суд у нас был. А место жительства прописка поменялась? Он прописался уже там, то есть он там будет получать ему звание, заново получать не нужно, ему просто нужно обратиться, и он будет там получать те льготы, которые предусмотрены в Ростовской области. Наш льгот, он прекращает получать с момента, как он снялся с учета. А если получает только ветеран труда, может же такое быть? Только ветеран Ставропольского края? Ну, Ставропольский край, к сожалению, только на территории Ставропольского края. Если он приехал, все это выплата, удостоверение действует только на территории Ставропольского края. Ну и обращаться по всем этим мерам и получить подробную информацию, это можно, опять же, меры социальной защиты предоставляются Министерством труда и социальной защиты Ставропольского края. Ну, Министерством труда и социальной защиты, эти меры переданы в органы социальной защиты местного самоуправления, то есть они предоставляют эти выплаты, ну, деньги идут через Министерство, через Министерство финансово, но они направляются в территории, поэтому люди там, ну, осуществляются выплатами органов. В местах, ворисполитетах, да, уже там решаются, обращаются они, соответственно, в МФЦ, либо в отделение соцподдержки. Вся информация, допустим, если там не услышали себя, что-то уловили, не уловили, пропустили, всю информацию можно узнать на сайте Министерства социальной защиты, да? На сайте Министерства и органов соцзащиты, все это, конечно же, можно, да, по телефонам можно уточнять, то есть к нам звонят люди, мы все это рассказываем, приходят к нам на прием, так что все можно, информация открыта, доступна. Так, вот я вспомнила еще один момент, что у нас новая категория с этого года появилась, ветеран труда Ставропольского края, закон изменения внесены. Это многодетные матери, которые награждены медалью «Материнская слава». Это вот граждане, которые вклад внесли по воспитанию детей и считается, что им стаж большой не нужен, поэтому стаж 20 лет им нужен на территории Ставропольского края. Если просто так женщина, чтобы получить звание ей 35 лет надо общего стажа, то в этом случае многодетная мать приносит награду нам, и ей достаточно 20 лет на территории Ставропольского края работать и все. Светлана Алексеевна, огромное вам спасибо, что сегодня к нам пришли, уделили время для нас и наших телезрителей, поделились полезной и важной информацией. Дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. Я напоминаю, что сегодня мы разговаривали о мерах социальной поддержки ветеранов труда. И у нас в гостях был заместитель начальника отдела социально-правовых гарантий Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края Светлана Редькина. Меня зовут Роман Выстараб. Мы с тобой прощаемся. До новых встреч в эфире своего ТВ.